В субботу днём спасатели дальневосточного поискового отряда в течение двух часов доставали из-за подни щенка. В щель между гаражами собака попала, вероятнее всего, убегая от опасности. Зазор между блок-комнатами имеет форму трапеции. Свободно заскочив в щель, животное уже в середине бокса застряло намертво. Местные жители попытались достать щенка самостоятельно, но потерпели неудачу. Мы просто увидели её грустные глаза и решили, что нужно помогать. Ну, жалко животное. Кто-то слышал, что у нас с утра было. Спасатели доставали пса в несколько заходов. Первая попытка – извлечь животное наружу при помощи палки и петли. Ну, на шею накидаешь вместе с этой. Вот это всё прижало и всё. Просунуть в узкое пространство петлю так, чтобы накинуть на голову животному, оказалось практически невозможно. Перед вторым актом спасательного балета – антракт на совещание. Мне кажется, надо прямо оттуда, с зада гаража тянуть, с земли прямо туда, горизонтально. Ты её вот так вот будешь опрокидывать, и всё, она попрёт. Хотя бы зацепиться за шею. За шею зацепиться и туда, вверх её вообще не резон. В итоге решили действовать через крышу, но петлю заводить на заднюю лапу. Завязав на одной палке скользящий узел, её спустили с крыши. Другой палкой уже с земли прижимают петлю к лапе. Давай, давай, давай. Ой, отлично. Ещё ниже, ниже, ниже. Практически ювелирное спасение дало вскоре свой результат. Всё, всё, всё. Тихо, тихо. Ой, ты, да ты, да ты хорошая. Ты что ты там нашла? Сочи, поставь туда лопату, Коль. Стой, стой. Коль лопату поставь туда лопату. Не бойся, не бойся. Черт, стой, стой. Благодарность за спасение щенок укусил спасателя за руку. Напуганный, он рвётся обратно в щель, очевидно, считая, что там безопасно. Животное напоили и накормили колбасой, однако забирать домой бродячего щенка никто не стал. Ну а в финале выяснилась ещё одна нелицеприятная вещь. Пока спасатели кропотливо пытались вытащить животное из ловушки, кто-то украл у сотрудника МЧС сотовый телефон «Эксплей Альта». С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Александр Савчук.